Окей, ну ладно, погнали. Решение игрока влияет на сюжет Life is Strange Through Colors. Ваши поступки приводят там к чему-то там. Короче, вот такие дела. Итак, Алекс, этот день настал. Ты провела в интернате рукопомощи 8 лет. Мы многое пережили за эти годы. Это верно. И теперь ты уезжаешь жить к своему брату. Да, Гейбу. Здесь написано, что он живет в Хейвен Спрингс, штат Колорадо, правильно? Это серьезный шаг. Чем ты собираешься заниматься? Пойдешь учиться или работать? Брат сказал, что я могу подменять его в баре, в котором он работает. Значит, ты будешь работать. С людьми? Скорее всего. А твой брат знает о твоих проблемах? Это официальный вопрос заключительной беседы, доктор? Кто-то там? Алекс, я переживаю за тебя. Ты же знаешь. После всего, что произошло. Я хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Он не знает. Когда я уеду отсюда, об этом больше никто не узнает. Я буду обычной девушкой в обычном городе. Я не знаю. Здравствуйте. Глава 1. Сторона А. Very boss. America. Гейб сказал, что будет ждать у моста. Скорее бы его увидеть. Что у нее написано? Is what it is. Как это переводится? Как это перевести? Я не понимаю. На другой стороне моста она сказала. Обижать мы умеем? Ну, я сейчас не умею, судя по всему. Блин, ля, какая красота. Представляете, в городе вот такая речка. С порожками. Тут бы постоянно все оккупировали берег. Ля, какая красотища-то какая. Продолжение следует... Хорошо. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Хорошо. Хорошо. Нажмите Б, чтобы пропустить момент умиротворения Блин У меня не тот геймпад Алекс? Обалдеть Это и правда он Как полагается приветствовать сестру С которой не виделся целых 8 лет Давай обнимемся, если хочешь А ломать сестре ребра Это так полагается? Я так рад видеть тебя Просто не верится, что ты приехала Придется поверить Она стала такой взрослой А я все пропустила Я выросла, да? Да уж Совсем взрослая Ну что, готова посмотреть город? Ну, я волнуюсь Да, только я немного волнуюсь Так и должно быть У нас же снимают Ладно, кстати, черный фонарь недалеко отсюда Я ведь уже говорил, что живу прямо над баром, да? Это здорово Как доехала? Устала, наверное? Нет, все нормально Поездка через горы была потрясающей Элеонор, смотрите Алекс приехала Алекс, познакомься Это Элеонор Литти, хозяйка цветочного магазина И настоящая королева нашего города Да-да Как приятно, наконец, познакомиться с тобой Добро пожаловать Мы так рады, что ты приехала, Алекс Гейб очень много о тебе рассказывал Я тоже очень рада Похоже, она очень милая Она классная Правда, ужасно любит всех обнимать Да, я уже заметила Ля, какая красота, пацаны Какая красота Добро пожаловать, Хейвен Спрингс Все, все Я буду в этом городе жить Мне вот какой-нибудь, знаете, такой пыльно-розовый домик Можно? Спасибо Тут символ города Это баран Овен Овен Точно мне подходит Тут здорово Идем Let the flower Первый пункт нашей программы Именно Если ты туда войдешь вместе со мной Сможешь посмотреть резкое представление Гейб Чэнь покупает цветы своей обидевшейся девушки Привет, Гейб Райли, познакомься Это Алекс Моя сестра В чем твоя самая большая слабость? А? Это для собеседования в колледже Мы обсуждаем этот вопрос уже несколько дней Всегда лучше отвечать честно А какие еще варианты? Соврать? Ну, не соврать Но придумать что-нибудь правдоподобное Например Я слишком много работаю Я слишком часто спасаю бездомных щенков Как бы ты поступила? Как бы вы поступили, ребят? Идет голосование Были бы честными или схитрили бы? Я бы схитрила На одной правде далеко не уедешь Слышал, Гейб? Ты в меньшинстве Я не сдамся Рано или поздно мы его переубедим Алекс, помоги мне по-быстрому Что мне купить Шарлотте? Она обожает подсолнухи Но я читала в интернете Что для извинений Лучше всего подходят ландыши А ты как думаешь? Ты че натворил? А за что ты собираешься извиняться? На этот раз? Наверное За сиденье унитаза Ну подсолнухи, конечно Если она их любит Нафига ей дарить ландыши? Типа алло Подари подсолнухи Раз Шарлотта их любит Ты прям мою мысль считаешь? Знаешь Если бы Мак дарил мне цветы Хотя бы в половину Так же часто Он бы не был Маком Вы до сих пор сходитесь То расходитесь Вроде того Сейчас мы вместе Но кто знает, что будет завтра Запишешь на мой счет? Ага А ты точно не хочешь рассказать Маку Про собеседование? Нет, пока нет Я сама справлюсь Ладно, твое дело Если ты готова, можем идти Тогда пойдем Можно осмотреться перед уходом Книги по садоводству Стул На стул можно сесть Интересно, кто-нибудь вообще Сидит на таких декоративных стулях? Я бы села Ну если попа устала Спина устала Все устала Чего не сесть? Если он декоративный Это что значит? Он меня не выдержит Я вас умоляю Непременный атрибут Любого заколдованного сада Какая симпатичность Букет цветов что угодно делает Симпатичней Гном Посмотреть Надеть солнечные очки Надеть солнечные очки Откуда мы их взяли? Идеально Да Ему идет Этот гном Сущий дьявол Прекрати Огномным удовольствием Ладно Домики для птиц Популярность микродомов набирает обороты Открытки Эх нельзя посмотреть Можно Не вижу открыток Дорогому брату Которого я не видела Восемь лет Потому что нас Разлучила система опеки Очень жаль Очень жаль Искусство Убивать все К чему ты прикасаешься Идеальная клумба Волшебство в моем саду И открываем Вкусы земли Куда здесь еще Можно зайти? Ландыш Надеюсь Шарлотта Обрадуется Подсолнухом Интересно Кто они? Милые, правда? Это твоя дедушка С бабушкой? Нет Но они нам были Как родные Аластер и Ава Мерфи Бабушка купила у них Этот дом Когда меня еще Не было на свете Надеюсь Мой совет Не пустит ее Жить под откос Да нет Все будет хорошо А можно Вот сюда зайти? Это Я понимаю Что не для Посетителей Но Но Мне здесь Нельзя никуда Так что Ладно Блин Хочу садик себе Или не хочу Мне кажется Хочу Но с другой стороны С другой стороны Это цветы Да Ну что Их пополочь Что-ли сложно Цветы Последить за ними Нет Хочу садик Все-таки Я определилась Ребят Чем Братильник Все пишет Блин Ты там Что Миллионы Оставляешь Мы в гости Приехали Я так понимаю Мы приехали Жить Здесь К брату Ну Типа Насовсем Я готова Спасибо До скорой встречи Ок Барабашка Привет Вы Шарлотой Давно Встречаетесь? Ну Года Три Ты Наверное Тратишь Уйму Денег На цветы Она Того Стоит Осторожней Ветер Крепчает Да Все Нормально Я не Хочу Чтобы Ты Упал Когда работаешь На лестнице Нужно держать Равновесие Мне кажется Они не просто Так об этом Говорят Да Сейчас Кто-то Свалится И мы Будем Этому Свидетелями А нам Получается Нельзя Вот это Все дело Обойти Да Ну А машину Мы сможем Обойти Пендер Мне кажется Тоже На глаза Не попадались Ага Мы нашли Слабость Этой игры Предупреждение Так Цветочный венок Какие красивые Спасибо И я их все Сам Сплел Вау Да тебе Можно Открывать Своё дело Это дело Не в деньгах Алекс Ну вот Мы и на месте Что за Предупреждение Тайфон Тайфон Майнинг Взрывные Работы Автоматизированные Взрывные Работы Дата Воскресенье 28 апреля 2019 года Время 9 вечера Перед детонацией В области Взрыва Прозвучит Предупредительный Сигнал Вход В зону Детонации Воспрещен Реклама Йоги Йога С козлятами Намасте Ощутите Равновесие Очистите Разум Пока По вашей Спине Топчутся Маленькие Козлиные Копытца Присоединяйтесь К расслабляющей Йоге На нашей Ферме Приезжайте Или звоните Стейси Не хочу Йога С козлятами Все в порядке Добро пожаловать В Колорадо Местный пчеловод Побил рекорд Штата По общему Количеству Пчел Тоже мне новость Не протирайся У тебя вот Сколько пчел Ни одной А че это была Могу поспорить Без Гейба Этот магазин Обанкротился бы А вот что это Стрелочки эти Значит Ну понятно Ну ладно Гейб Ты че стоишь Гейб Чен Гейб Чен Доставка цветов Да знаю я Подожди меня Ладно Я на минутку Все улажу И вернусь А познакомлю вас позже Когда Ну Все в порядке Правда Вообще не в порядке Алло Брат Ты охренел Ты потом не можешь Извиниться Он там не на минуту Поверь мне Привет Гейб твой брат Да Я Итан Шарлотта Моя мама Привет Итан А я Алекс Че читаешь Девятого стража Она уже нашла Скипетр Безмятежности Она еще и ищет Но по моему Без браслета Исчезновения Ей до него не добраться Исчезновение Моя тема Мне больше нравится Кольцо огня Кольцо огня Звучит круче Я бы предпочла Стрелять огнем Прямо из руки И поджаривать Врагов До хрустящей корочки А вдруг ты дашь пять другу А кольцо выстрелит Это слишком рискованно Если тебе нравятся комиксы Я могу показать тебе свой Он рисует у нас Ну покажи Можешь оставить себе Если хочешь У меня их много Я хочу продать их Музыкально в магазине Итан Это потрясающе Я хочу его прочитать Ты собираешься в поход? Ты знаешь шахты? Я знаю что они есть В горах полно Старых туннелей По-моему Я нашел вход В один из них Вообще-то я мало Что знаю о старых шахтах Но думаю Я бы напугалась Там до смерти А я люблю Там полазать Ну так немножко Зря я это сказал Обещай что будешь осторожен Знаю я только Я знаю мы только познакомились Но будь осторожен Ладно Не переживай за меня Правда Я так тысячу раз делаю Загляну в музыкальный магазин Рада была познакомиться Итан Нет ну знаете что я вам скажу Брат конечно Я бы жутко обиделась Просто Я бы сделала Выводы Ничего себе А тут да Прям сделано С любовью Все Смотрите Это место напоминает мне Магазин Куда мы с Гейбом Когда-то ходили Он тогда работал На мойке И неделями Откладывал деньги С мизерной зарплатой Чтобы купить там что-то Странное ощущение Спустя столько лет Я снова жду Старшего брата В музыкальном магазине Только на этот раз Пластинку покупаю я Да ладно Единорог или парад зомби Ну юникорн естественно Жители Хэйвен Спрингс С вами была группа The Wednesdays Песни Бомб Сквад А теперь особая песня От одной девушки Местное радио Извини Но магазин Как ни странно Закрыт Хоть двери открыты Погоди Ты Алекс? Да О, вот это да Гейб только и говорит Что о твоем приезде С тех пор как Да целую вечность Я Райан Привет, Райан Рада познакомиться Значит Ты к нам аж Из самого Портленда Как тебе Хэйвен? Мне здесь нравится Определенно Я уже несколько раз Это сказала Здесь так много интересного Например Магазин Это просто чудо Не ожидал увидеть Тут что-то подобное Да Это одна из наших Достопримечательностей Значит Магазин закрыт И его открыли Специально для тебя Ты должна быть Выбираешь Что-то очень важное Ну да Можно и так сказать Справочник охотника По голосам Самых распространенных Птиц Вау Это Неожиданно Совсем не то Что я ожидала Увидеть Об этой записи Мало кто знает Но управление Национальных парков Очень высоко Ее оценило Значит Ты Смотритель Парка Штата Колорадо Ну Все понятно Жалко Что магазин Закрыт Я хотела Поискать Подарк Гейбу Ладно Придумай Что-нибудь Другое Я даже не знаю Слушает ли он До сих пор Пластинки А как же Шарлотта Подарила ему На день рождения Проигрыватель Господи Моя дикция Я точно помню Он просил Что-то отложить Ты же вроде Не здесь работаешь Стеф Не станет возражать Это будет Самая легкая Продажа В ее жизни Если только Я найду Список заказов Черт Я же помню Что где-то Видел его Помоги Помоги А Ладно А откуда Лучше всего Начать Это все Понятия Не имею Стеф Вечно Раскидывает Вещи По магазину Телефон Ой Мне Гейб Написал А как Как ответить Гейбу Куда Жать Куда Жать Ребят А может быть На этом И это что За ведьмачье чутье Которое Ничего не показывает Так Нам написал Гейб А я Не знаю Как ему Ответить У нас Нет такой Кнопочки На геймпаде Давайте Полностью Прочитаем Их переписку До того Как она Приехала Алекс А кто это Охренеть Алекс Чень Извините Вы кто Гейб Это что Шутка Нет конечно Дурочка Позвони Мне немедленно Привет Вчера Так здорово Посидели Давай потом Еще поболтаем Да Конечно Как прошли Выходные Отлично Мы Шарлотты И Итаном Ходили в поход Получили море Удовольствия А у тебя Наконец Послушала Новый альбом Paint Thinner Coffee Это просто Потрясающе ПТС Классные Видела их Вживую Еще нет Но обязательно Схожу Когда смогу Привет Как дела Алекс Прости Что не ответил У меня здесь Просто сумасшедший Дом Как ты Сейчас Я очень странно Пытаюсь разобраться Помощь нужна Да нет Спасибо Тю Ты хотела бы Жить в Хайвен Спрингс Тюарт Тюарт Лед Спишь Лоу Привет Ты что Выпил Нет Это мое Естественное Состояние Отвечай на вопрос Иди спать Ох Черт Я писал тебе Пьяный Но сейчас Я трезв А предложение Остается в силе В Хайвен Спрингс Очень здорово Эй Ты куда пропала Несколько дней Уже молчишь Ты в порядке Алекс Пожалуйста Позвони Когда получишь Это сообщение Как жизнь Блин Первый раз Он нам предложил Предложил Это получается Второй месяц Февраль Конец февраля А потом Мы ему ответили Только 16 марта Представляете Полмесяца прошло Все норм Пока тут дерьмовано Бывало и хуже Если что понадобится Пиши Хорошо Оу Ну видимо Что-то по телефону Там речь шла Просто не верится Что ты приедешь Ура Мне тоже Еще раз спасибо За билет Ты мой спаситель Не за что Мы тебя очень ждем Сегодня великий день Тебе что-нибудь нужно? Нет ничего У меня не так уж Много вещей Ты же знаешь Привет Я буду где-то Через час Я тебя уже жду Автобус Только что подъехал Уже иду I'm so excited Вот собственно Это его подружка Самый лучший парень в мире Ооо Отвечаем мы Он пишет Ты была права Насчет подсолнухов Думаю Я еще не раз Скажу тебе это Я всегда буду рада Это слышать Кстати Я пригласил тебя В нашу группу В мой район Загляни туда Как только сможет Шуш Шуш Круто с апосэ Ага Ага Я читаю Как Ну вы понимаете Но извините Так получается Листовки стоять на сцене перед толпой незнакомцев дэд кошмар листовка про шахту мини указ плакат чем позвоните своим представителям совете голосуйте против меры 39 какие-то местные там видите разборки какая-то сложная сейчас тема музыкальная розыгрыш привет из прошлого угадай старый хит и выиграй плазменный телевизор спонсор розыгрыша тайфон майнинг шкаф заказов да я думаю тут все спрятано но нужно раз нам дали возможность пошариться давайте шариться фигурки это странное место но в хорошем смысле дэдпул какая-то собака и какой-то этот штурмовик пластинка гейба должна быть тут но какая из них кларнет этот кларнет был изготовлен в польше в 30-е годы и принадлежал игорю собескому знаменитому кларнетисту и ветерану второй мировой войны сорок седьмом году собеский вместе с семьей переехал нью-йорк где основал собески music компанию поставляющую качественные музыкальные инструменты со всего мира в конце жизни собески переехал в хэйвен спрингс кей арсити независимая радиостанция хэйвен спрингс и поныне финансируется из его щедрых пожертвований вот так вот пьющая птичка ну чё-то она не пьет дима мы в детстве мечтали записывать демо так и не собрались ноты я так давно не играла а точно мы же на гитаре умеем бацать из-за этой записки мне хочется побольше потрогать блин побольше потрогать простите тебе что жить надоело все я просто хотела посмотреть что будет тебя повезло что степ за звуконепроницаемой стеной так рекомендуем посмотрим что ты слушаешь степ целая подборка инди короче впечатляет ничего не понятно но очень интересно так кошка это список заказов кошка переместить она нас сейчас сожрет не трогать чужих ко как тебе удалось выбраться сохранив обе руки но она сидит на списке заказов нужно найти игрушку работа по дому отличный способ научиться брать на себя ответственность алекс что-то написано приколоться на дэнни помыть полы новое поступление обновить доску помыть полы обсудить заказ помыть полы украшения для праздника помыть полы ага хорошо это это правильно мыть полы над кошачья миска книги школе я писал сочинения по джейн эйр вот бы наконец собраться и прочитать ее понятно я читала джейн эйр нифига не помню здорово что у города есть своя радиостанция вместо исполнители валькирия отличное имя для кошки ага может едой мы ее нет мы все обошли мы тут не видели кошачью игрушку так игрушку нам нужно искать для кошки но мы здесь все обошли мы 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 буквально все обошли ора им переместился а чё ты тут теперь делаешь помочь нашел игрушку нет пока он такой миленький какие предположения как думаешь что гейб в последнее время слушает мне нравится ему нравится электронная музыка на акустических инструментах тебе не кажется что так всем народ а тебе не кажется что звучит классно ладно убедила есть только один способ выяснить давай поищем ту игрушку как вы думаете в кассовом аппарате может быть кошачья игрушка на полке выдвижном ящике или в металлическом ящике чат чат я думаю точно в кассовом аппарате меня же выгонят если я в кассовый аппарат пойду может на верхней полке а вдруг это запись премьеры кошек на бродвее вот бы была ирония судьбы нет тут игрушек а вот ящик с хламом пропустили а в коробке с смотрел там что-то есть там хоть видите палка с фигулькой да хорошая догадка а нет не то не то выбор был да но два не очень пока важных выбора у вас было так кошка выманить как будто тигр какой-то кто у нас теперь венец природы а киса молодец отличная мысль спасибо лесного жителя я вполне неплохо справляюсь с обслуживанием клиентов так он в лесу еще живет точно он смотритель этого парка ребят нам точно такой мужик нужен мужик который живет в лесу да еще и с грустными глазами мужик из леса с грустными глазами класс я я я одобряю я одобряю алекс бери его голеньким ой готовеньким так гейп чейн tiny blue boat он хочет а не только у него еще kings of lions kings of lions это посвежее его запрос да а tiny blue boat это февраль февраль и в марте он два раза вот tiny blue boat писал а нет он получил все я разобралась я сначала как не разобралась потом как разобралась kings of lions не следовало догадаться погоди серьезно раньше мы с гейбом постоянно слушали вместе пластинки забывали обо всем и колбасились по несколько часов подряд расскажи каким гей был в детстве дай мне какой-нибудь козырь в руки полным придурком или крутым парнем ну он был чертовски классным старшим братом помню он курил сигареты и не туда тогда казалось что это нереально круто а еще он как-то ухитрился сделать себе первую татуировку в двенадцать лет вот блин легенда все растет и растет с тебя ровно двадцать долларов маритина красная ни за что поверить не могу что ты опять взялся за старое ты хоть представляешь сколько времени я на эту угробила ты просто нет приятель никуда я не пойду я вообще-то на работе я поняла она не просто видит эмоции она их на себя понимаете знаешь что значит на работе я могу тебя подменить студии если тебе нужно погоди минуту ты серьезно у тебя же есть подборка песен но я как-нибудь справлюсь ты мой спаситель только смотри у меня никаких птичьих голосов я скоро буду организация игры не должна быть такой сложный ты в порядке все отлично мне уже лучше все отлично да спасибо она что-то сказала про организацию игры ставит не только диджей она еще и королева местных ролевиков похоже в ее королевстве что-то неладно пришел братец так и знал что найду тебя здесь помирился шарлотой благодаря тебе мне не терпится вас познакомить думаю вы с ней подружитесь кстати о дружбе чем занимаются два моих самых близких человека в моем самым любимом магазине болтаем о птицах естественно вот так болтаем о птичьих голосах записанных на пластинке этот чувак обожает своих птичек посмотрите какой классный есть такое ты ведь знаешь что мы пытаемся удержать ее в хэйвене я рад что вы познакомились этот парень не только мой лучший друг но и лучший экскурсовод по хэйвен спрингсу а этот парень угостит меня лучшим пивом эй кстати сюда недавно заходил мак он очень хотел с тобой поговорить он знает где мне найти мак мак что-то мы слышали про мака скоро начнется моя смена пойдем составишь нам компанию я вас догоню мне тут нужно на радио подиджеить как она поместила пластинку свою круглую торбу не сломав а она точно обладает магией какой-то а у меня тут летают мушки пойду поздороваюсь ты не против не конечно иди в смысле поздороваюсь ты же из этой двери вышел ты должен был с сыном своей пассии встретиться здоровый истребитель чудовищ до игры осталось всего неделя ты будешь и еще бы молодца нужно будет что нибудь сообразить купить в дорогу а мы поедем со стеф что за стеф посмотрим она мастер так что ей наверное нужно будет выехать заранее а на сегодня у тебя какие планы мама говорит чтобы я подождал фонаре пока она не освободится а это лучше бы дома посидел ты не против дело твое но учти уроки я вечером у тебя проверю и чтоб все было сделано усёк усёк рад был тебя по ну тебя того рад увидимся так непривычно видеть тебя в роли отца отца? не 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 я папа в квадрате мы доверяем друг другу он рассказывает мне о том о чем никогда бы не рассказал Шарлотте Итан не сказал Гейбу про старую шахту Но доверил мне свой секрет Промолчать Или сдать его А, смотрите, как подсвечивает То есть, либо мы выбираем одного Либо выбираем другого Ой Рассказать, конечно, ребят Я, наверное, должна тебе кое-что рассказать Выкладывай Когда мы с Итаном разговаривали Он сказал, что хочет в какую-то старую шахту Ой, ё-моё Вёл он себя словно волноваться не о чем Но я подумала, тебе нужно об этом знать Вот засранец Надо Шарлотте сказать Подожди меня, ладно? Ну не надо Но он всё равно полезет Ты лучше бы предложила ему вместе сходить в шахту Ну, блин, ребят Но это так не сработает Вы на него поорёте Он на это самое Потом втихую пойдёт Вы лучше вместе сходите Как-то там шуршить С факелами Значит, вот как он выглядит Шахтёрский городок Мне почему-то представлялось, что здесь будет куча людей в спецовках А чё тут добывают, если серьёзно? Когда-то давным-давно серебро А сейчас уран Дырявят горы взрывами и продают его атомным электростанциям Ничего себе Да, сегодня наверняка будет взрыв Бабахает обычно очень громко Нужно полагать Погляди-ка, кто там? Джет, привет! Хочу тебе кое-кого представить Алекс, это Джет, мой приятель Вообще-то, я его босс На сексундочку Вы владелец чёрного фонаря Да, да уже 12 лет Рад тобой познакомиться, Алекс Много о тебя слышал О, исключительно гадости В основном враньё Твой братец Настоящая треплод И в курсе? Простите Чуть Чуть Я тоже Я тоже Мне тоже не терпелось его увидеть Видимо, это у нас семейная Ха, она мне нравится Да, она ничего Мы идём внутрь, ты с нами? Через минуту Хотел встретиться с Элеонор Поговорить об украшениях К празднику какому-то там Я тебе позже расскажу Но я люблю поговорить, чёрт возьми Это разве плохо? Кстати, хотел предупредить Предупредить Маку опять вожа под хвост попала Да, мне уже говорили В общем, смотри в оба Ладно, ребята Идите, устраивайтесь Алекс был рад тебя увидеть Я тоже, Джет Праздник Визны Это как выпускное Только в горах? Визны Не, гораздо круче Представляю себе Какую-нибудь ритуальную шнягу Вроде плетённого человека Но вот говоришь Ничего не знаешь Блэк Лэнтерн Лэнтерн Терн Бар Бар Прямо рядом с берегом Находится Небезопасно, ребята Небезопасно Ага Это наша комната Да, я так понимаю? А, нет Это вся квартира Это вход в квартиру Вау Офигеть Тут размеры, да? Это всё твоё? А чё тебя удивляет? Тут очень здорово Когда ты писал Что у тебя неплохая квартира Я думала Она Маленькая Но уютная Ну, добро пожаловать В моё логово Нет, правда Здесь очень здорово А самое главное Теперь это всё твоё Я сейчас почти всё время ночую Шарлотты Кстати, хотела об этом узнать В смысле моё? Ты знаешь У людей обычно есть место, где они живут Его ещё домом называют Я серьёзно Я хочу, чтобы ты начала здесь новую жизнь Гейб Гейб Я Спасибо Спасибо Всегда пожалуйста Только пообещай, что не будешь слишком часто закатывать вечеринки И не устроишь пожар Джейд меня убьёт, если это снова случится Ты разве ещё на меня не нагляделся? Ты просто Именно такая, какой я тебя и представлял Да? А я выгляжу так, как ты ожидала? Не ожидала увидеть бороду, если честно А ты разве не знаешь? Когда приезжаешь в Колорадо автоматом получаешь роскошную бороду Пафосное умение разбираться в сортах крафтового пива и Субару Забавно, что-то у меня ничего из этого не получилось Ладно, у меня для тебя тоже кое-что есть Подожди, что? Сюрприз Подожди, это же тот альбом, что я заказывал Знаю, я молодец Я собирался купить его для тебя А я успела первый, так что вся слава моя У нас сейчас не будет, да, музыки? Подожди минуту, куда он убежал? Да Так, нужно брать... Привет, Мак Бери в руки швабру Пожалуйста Девочка моя Я тебе точно говорю Тут швабра не помешает Что-то не так Я читал сообщение на телефоне Райли Я знаю, что вы встречаетесь у меня за спиной Мак, это не то, о чем ты думаешь Хорошо бы, потому что я думаю, что ты Мою девушку того и этого Дружище, ты не так понял Ну, колорчи, ладно Сейчас у нас будет приступ Как будет приступ? Только не здесь Поговори лучше со своей девушкой Я к тебе обращаюсь Так, что сейчас нам... Так Девочка моя, бери швабру Так, видимо, у Шарлотты есть бешеный бывший Держись От нее дальше А я не знаю, что делать Вот так вот делать надо Только осторожней Вот так вот, но только осторожней Вообще не одобряю Осуждаю Я не знаю, что делать, ребята Осуждать, не одобрять Это сложно Но там моего брата бьют Алло И я тоже ударю брата Всем попадет И нашим, и вашим Гейб, я не... Все хорошо Да вообще лучше некуда Ой, ребят Ой, у меня такой стресс Он не про Шарлотту? Какое-то другое имя упомянул, да? Он просто... Просто бешеный, да? Ну ладно Stay the fuck Понял? Кыш Психопатка гребаная говорит На нас Ага И вообще вы оба нахер пошли А, ну ладно Прости меня Не переживай, все нормально Ёшки-матрешки Вот это вот мы приехали, понимаете? Вот это мы приехали Вот это мы... Здравствуйте А вот это костяшки все в крови Твою ж... По жопе Ладно Ты сейчас что, уйдешь? Только попробуй Я на тебя так обижусь Тем мало не покажется Говорят, мне пора на смену Великолепно, вообще офигительно просто Почаще бы тогда Я в порядке Я в порядке Я в порядке Думаю, нужно разобрать вещи Да уж Гейб всегда мечтал о таком велосипеде Блин, вы представляете Последний раз мы виделись, получается Когда нам было 10 лет С братом Это что, меч? Мы даже не закончили песню Кстати, да, такой момент Нам сломали Должна быть Итана Интересно, сколько раз ему приходилось с нее играть Кубок Каритозавров Без возрастных Ограничений Минуточку Это что, настоящий Мертвый олень? Блин, я не ожидала от тебя такого, Гейб Обалдеть Обалдеть Неужели Гейб на это на самом деле читает? Че читает? Чуткие объятия Ответственное воспитание Самостоятельного ребенка Четвертая глава Самая важная Давай обсудим ее За бокалом вина Люблю тебя Шарлотта Чуткие объятия Комиксы и искусство Гейб подтягивает знания Похоже, он и правда на многое готов ради Шарлотты Похоже, Райан сделан из моего брата Образцово-показательного гражданина По крайней мере, я сдержалась При нем и Стеф Обещание прямо из местного музыкального магазина Это офигеть, как круто Да уж, да уж, да уж, да уж Я так рада за тебя, Гейб Это работа Шарлотты? Гейб говорил, что она занимается искусством Но я не думала, что профессионально Я бы никогда не смогла сделать нечто столь личное С тех пор, как я их читала, они явно поменяли стиль Сын свинца Оказывается, я сестра серебряного призера гонки резиновых уток Какая честь Окей Когда значок ауры В смысле? А что из этого? Злая, злая аура Значок ауры, поняли, что это такое? Значит, Гейб помогал Райли готовиться к собеседованию А-а-а А Макс вообразил, что они спят Короче, Райли Это девочка из цветочного Получается, да? Технологический институт Колорадо Уважаемая мисс Литти Ваша заявка на участие в летней школе технологического института Колорадо Была рассмотрена И мы рады сообщить, что вы были выбраны для прохождения следующего этапа Собеседование В ближайшие дни один из сотрудников приемной комиссии свяжется с вами Чтобы обсудить удобную дату и время Поздравляем и желаем удачи Гейб, у меня получилось А-а-а Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Помоги мне подготовиться Райли Это вот та вот девочка из цветочного Про которую сказал Гейб Вы что, все сходитесь, расходитесь? Она говорит, да, пока типа вместе Но он у меня псих Того и этого Поняли? То есть, я бы посоветовала ей все-таки разойтись Ну, как бы Ладно Алекс? Хочу ли я знать, что там? Хочу Похоже, Гейб немало потрудился, пока нашел меня Департамент социального обеспечения Орегона Служба социальной защиты Огрог, но не важно Не удалось выяснить местонахождение Попробуйте руководителя программы Эмми Алекс в интернате в районе Портланда Детский дом Солнечная долина Служба опеки Эверет Интернат рука помощи Ой, а как Назад Анита и Эдуардо Они были одними из лучших Анита Моралес Тема я ищу сестру Здравствуй, Гейб Мы с Эдуардо очень обрадовались твоему письму Хорошо, что у тебя наконец-то все наладилось Далеко ты забрался? В Колорадо К сожалению, после того, как Алекс забрала службу опеки Поддерживать с ней связь стало трудно И мы не знаем, где она сейчас Это телефон агентства Может, там сумеют помочь? Звонить только в третью среду месяца Охередливо не работают Попробовать соцобеспечение Служба соцзащиты Надеемся, что ты ее найдешь Всего наилучшего Моралеса Анита Моралес Анита Моралес Они были приемными родителями Но они плохо справлялись со своей обязанностью И забрали нас? Гейб уже давно меня ищет Нет справочники Чейн, Айлин, Алиса, Алекс, Марин Абуебит поддержал на 500 и сказал Абуебит, спасибо огромное Спасибо за поддержку Спасибо за поддержку Прозванивал телефонную книгу Портленда, а смысл был нас искать в телефонной книге Портленда, если мы несовершеннолетние. Ну, я так понимаю, нам недавно исполнилось 18, потому что нас отпустили, наконец. И нас неофициально забрал брат, мы просто уехали из этого приюта. То есть, получается, нам около 18 лет. Ну, вообще странно. Ладно, короче, Алекс, всё, живёшь вот здесь, вот теперь это твоя квартира, и вообще ничего личного не убрал. Ну, это как-то странно, ну, хоть как-то, ну, личное же. Ауры можно смотреть. Ну, аура есть, получается, только у некоторых предметов. Алекс 21... 21? Это до 21 года она, получается, была в приюте. Это странно, это, может, какой-то специфический приют. Или чего, или кого. Это как-то странно. Что-то не то, какая-то мошна. Одеться. Одевайся. Оделась. Free. А как? Ага. Короче, лилово-голубой комплект. Оранжево-чёрный. Бургунди. Бургунди. И всё. Так. Но мне нравится больше вот этот лиловонький. Это слишком контрастное. Мишка, конечно, смешной. Но это как-то вот прям, прям красота. То есть, привет. Здоровье. Нормально? Нормально? Не может быть. У Гейба тоже есть это фото? Вот наши родители. Мама ещё здорова. Отец ещё не стал законченным уродом. Ага. Подождите. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, покажи мне. Посмотрите на детей. Но тут разница лет в пять. Не больше. Ну, типа, они, типа, оба мелкие достаточно, да? Сумка. Всё, будем разбирать? Не-не-не-не. Как же ещё поширится? Трещина. Трещина зла. А, вот так можно. Воспоминания. Мистер Джон Шейн по... Где-то указан новый адрес? К сожалению, мы не храним такую информацию. Спасибо, что обрастились в канцелярию обрюга Сан-Мигель. Приятного дня. Джон? Погодите. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это он отца искал? Батю? Чего? Я не могу снова посмотреть. Блин, я что-то не обратила внимания. Гейб всё ещё пытался найти отца. Понятно. Читать. Привет из Мексики. Угу. Похоже, у нас обоих были те, кто пытался нам помочь. Я рада, что это изменило жизнь Гейба. Гейб Чейн, США, тра-та-та. Гейб, получил вчера твоё письмо. У меня всё замечательно. Если тебе нужна перезагрузка, приезжай сюда. Еда тут потрясающая, а напитки ещё лучше. Очень рад слышать, что у тебя всё хорошо. Иногда я вспоминаю наше с тобой знакомство в исправительном центре. Ты тогда три раза послал меня нахер, но я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то с таким вниманием служил каждое моё слово. Я сразу понял, что ты далеко пойдёшь. Ты был лучшим из всех моих воспитанников. Помни об этом. Напиши, как у тебя дела с Алекс. Надеюсь, ты её найдёшь. С любовью, Лен. М-м-м. Подождите, подождите, подожди. Так, воспоминания. Рал, говорю тебе, у него концы с концами не сходятся. Он тебя хочет. Он помогает мне с поступлением, родной. Ты-то ведь знаешь, что парни иногда помогают девушкам просто так, нерассчитывая на перепихон. Ладно, ну, тип, которого выгнали из школы, который загремел в колонию, вдруг выжелал помогать тебе с учёбой? Короче, вот этот вот психанутый говорит, Райли, этот хер тебе помогает, потому что тебя хочет. Она говорит, он мне просто помогает, ты бешеный, что ли? Он говорит, нет, этот хер сидел в колонии, его из школы выгнали, он точно тебя хочет. Она говорит, ты дурак? И вот, короче, вот потом это случилось. Как-то вот так вот. Вот так вот. Ну, если в паре слов. Блин, я не настолько хорошо читаю, чтобы быстро читать. Ребята, вы чё так быстро всё это делаете? Может, мне вообще не озвучивать? Ну, не озвучивать плохо, неприлично как-то. Получается, в колонии был. А, вот так вот. Гейб тут просто душа компании. Да что ж ты летаешь тут? Гейб раскатывал меня, почистую, сволочь. Да вот откуда музыка шла. А на второй этаж можем забраться? Пока нет. Достать шушу. Игрушка? О, боже. На этой чистенькой кровати шушу будет смотреться как бомж. Но мы его постираем. Надеюсь, всё плохое осталось в прошлом. Достать комикс. У Итана настоящий талант. Не зря его мама художница. Так. Тоннель, ведущий в крепость монстров. Доменхейм обрушился. Придётся найти другой вход. Форма городской стражи. Судя по всему, он давно мёртв. Кровь? Ха? Похоже, след обрывается, если только... Пустота. Ага, он пролез здесь. Туша облачного змея. Наверное, он провалился через потолок. Если забраться повыше, то я найду секретный проход. Тебе нужно не взлететь, облачный. А тебе уже не взлететь, облачный змей. Но ты ещё можешь заслужить мне службу. Это сияние за вершиной. Это же чёрный ход в крепость. Сумбурненько, но... Ладно, всё нормально будет. Мы с тобой тёртые калачи, да, Шушу? Достать письма. Достать письма. Я реально желаю, что эти методы... Челси. Это редко, яркий место, из моего времени в группе. Привет, Алекс. Скажи, как жизнь? Ты всё там же, в руке помощи? Такое дело. Я собираюсь удалиться из соцсетей на какое-то время залечь на дно. Я переспала пару раз с одним уродом. Чисто, чтобы не его переночевать. И теперь он меня преследует. А ещё я уезжаю из Бернсайда, потому что здешние воспитатели-расисты обвиняют меня в том, что я толкаю нуркоту. Напишу тебе, как найду новое место. Вариантов у меня немного, но ты меня знаешь? Что-нибудь да придумаю. Короче, надеюсь, у тебя всё хорошо. Лорн ещё там? Помнишь, как ты её отмудохала? Ахаха. Скучаю по тебе, дурилка. Целуюсь, Сидни. Дорогая Алекс, если ты выбросишь это письмо, не читая, то я тебя пойму. Если ты всё-таки его читаешь, спасибо за то, что дала мне шанс извиниться. Я оказалась не готова. Я не подхожу для роли приёмной матери. Постоянный стресс, ссоры, ругань – всё это слишком тяжело, особенно в моём возрасте. Я совершила ошибку. Прости, если я сделала только хуже. Желаю тебе удачи. Искренне. Искренне. Августа. Так, ага. Собственно, выписали нам какие-то препараты. Дорогая Алекс, с днём рождения. Надеюсь, он пройдёт потрясающе. И у тебя будет весь день только с приятными вещами. Вообще говоря, я хотела сказать спасибо за всё, что ты для меня сделала с тех пор, как мы познакомились. С тобой я была в безопасности. Я была счастлива и чувствовала себя любимой. Для таких, как мы, это довольно редкое чувство, согласись. Короче, спасибо тебе за то, что ты есть. За то, что ты моя подруга. За то, как ты отметила Харви. За то, что делилась шмотками, хоть я и не просила. Не хочу нагонять уныние, но ты была единственным лучом света в этой дыре. С любовью, Челси. Господи, что у меня есть дикция? Она всё такая плохая. Всегда такая плохая. Всегда. Всегда. Дикция, дикция. Жопа, жопа. С ума сойти, мы так изменились. Как здорово, что мы оба сохранили это фото. Достать дневник. Пора добавить дневник в мой последний срыв. А, мы записываем срывы, и типа из-за чего они произошли. Или что? Мак. Злость. Всё началось с того, что в дверь постучали. Мне кажется, я почуяла неладно ещё до того, как гейб открыл. Как будто из-под двери в комнату что-то проскользнуло. Что-то красное, кровоточащее. Потом я видела Мака, и тут накатил знакомый страх. Он всегда появляется, когда я понимаю, что теряю контроль над собой. И как бы я ни старалась, кровь закипает у меня в жилах. Всё моё тело уже твёрдо вознамерилось причинить кому-нибудь боль. Скоро это случится, и никто меня не остановит. То есть, получается, она чувствовала то, что вот Мак уже, вот этого, да? Что он пришёл питься, метелица. Ярость Мака была горячей, пьянящей, с привкусом страха. Всё дело было в райле. Мысли о ней рядом с кем-то другим, о том, что она может встречаться с кем-то ещё. Она не давала ему покоя, жгла и мучила его. Чувствовать, как у тебя в груди словно затягивается раскалённый узел, это одно из самых невыносимых ощущений в мире. Когда оно уходит, становится так легко. Перестаёт звенеть в ушах, и сердце замедляется, с трепетой крылышей калибри до ленивых ударов отбойного молотка. Как хорошо. Жаль, что Гейбу это стоило удары в челюсть. Как за такое положено извиняться? Нити, что связывали, обжигают мне грудь. Пока ты здесь, они ранят меня, не дают вдохнуть. Мы всё песни пишем. Воспоминания ещё есть. Воспоминания. Гейб, трещина, Мак, пи... Потом закончим. Так мы ничего не достали оттуда, по сути. Что здесь? Гитарка. Ой, сейчас будем бацать. Это для меня... Не может быть. Алекс, это тебе маленький подарок в честь приезда. Жду не дождусь, когда ты зажжёшь. Гейб. Эти твои сюрпризы, Гейб. Здесь слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я никому не позволю всё испортить. Нужно спуститься и проверить Гейба. А подняться наверх мы всё ещё не можем, да? Райан, просто забудь об этом. Мака я подлатал. Давай-ка теперь займёмся тобой. Ой, выглядишь скверно. Ха-ха-ха. Алекс, ты приехала. Ты Шарлотта, верно? Мне жаль, что ты видела эту драку. Наверняка она тебе подпортила первое впечатление. Папа, мы с Гейбом поедем на радиостанцию. Нам нужна аптечка, которая не будет добавлять вссадины и новые бактерии. Да всё нормально, мне... Райан знает, что делать, так что вы там ехайте. Подожди, Райан батя этого? Ой, наоборот. Ну, вы поняли. Окей. Ну вот, теперь у меня ни основного бармена, ни запасного. Мне нравится. Это падающая звезда? Или восходящая, зависит от настроения. И что она делает сегодня? Ой. Да падает она, падает. Камнем падает на землю. Да? Вроде того, но вообще мне здесь нравится. Я слышала, Итан подарил тебе свой комикс. Видимо, он считает тебя очень крутой. Круче Гейба? Неужели он думает, что я круче Гейба? По-моему, у тебя есть все шансы его превзойти, но Гейб играет нечестно. Например, втихаря учит Итана ругаться. Кстати, спасибо, что рассказала нам про шахту и запретила Итана туда ходить. Он, конечно, не пойдет, блин. Конечно, блин, не пойдет, запретила. Ты поступила правильно. Фирменный пирог с говядиной. Джед, не надо было. Райан сказал, что ты не обедала, а от меня голодным не уйдет никто. Какой добрый дядя. Мне нужно идти, правда. Я делаю украшения для праздника весны, и их нужно закончить сегодня. Прости, что не удалось поболтать подольше. Да ничего страшного. Я так рада, что ты здесь, Алекс. Мне бы очень хотелось узнать тебя поближе. Гейб говорит, что ты раньше работала в ресторане, пару лет была официанткой. Я никогда в жизни не работала в ресторане. Гейб врет и не краснеет. Да уж, на выдумки он гораст. Но думаю, мне бы это понравилось. Вот только опыта у меня нет. Хочешь попробовать? Сегодня немного народу, да и все свои. Конечно, спасибо. Такая милашка, вообще не могу. Итак, нам нужно обслужить несколько человек. Вот там Даки и Диана. Здесь Стеф. И еще нужно убрать столик в задней части. Все заказы на еду можешь передавать мне. Баром я тоже займусь сам. Идет? Идет. Я рада, что ты здесь, Алекс. Спасибо. Вам что-нибудь принести? Мисс Чен, наконец-то мы избавились от волнующей неизвестности. Ля какой. Привет. Я Реджинальд Макаллистер, третий. Друзей просто Даки. Предприниматель на пенсии. А это молодая женщина Диана. Это Диана. Привет. Рада познакомиться. Я не подозревала, что... Мы все знаем о твоем приезде. Да, Гейб щедро делится не только со своей дружбой, но и подробностями биографии. Ты из Портленда, верно? Я приехала сюда из Вашингтона полтора года назад. Как тебе наш городок? Лучше не бывает. Ну, красивый он, че. Честно говоря, я и не знала, чего ожидать, но здесь просто замечательно. Совсем как дома. Я тебя понимаю. Первое время мне казалось, что я возненавижу этот город. А потом посмотрела горы, познакомилась с кое с кем. Диана – геолог. Недавно стала технологом Typhoon Mining. Рада, что теперь я здесь не единственный новичок. Че-нибудь хотите? О, мы умираем с голоду. Я бы с удовольствием съела фирменный пирог с картошкой фри. Чизбургер с брибами. Напиток, как обычно, Джет знает. Хорошо, я передам ему заказ. Спасибо. О, он злится. Он злится. Проклятые мальчишки, лучше бы кулаками помахать. Простите. У него не спевает, что ли? Да. У меня заказ от Даки и Дианы. Выкладывай. Чизбургер с грибами. Ага, и что еще? Фирменный пирог с картошкой фри. Даки заказал, как обычно? Да. Он любит особый ржаный виски. И я держу бутылочку специально для него. Ах, а ее нет! Что-то я ее не вижу. Минуточку. Готов поспорить. Вчера ночью Даки унес ту бутылку наверх. После закрытия они с Гейбом еще долго тут пировали. О, да? О, как? Да. Как по мне, так ему и надо. Но можешь подняться и поискать виски, он наверняка будет тебе благодарен. О, если не найдешь, поговори с заместителем шерифа Пайком. Он был с ними, может, что там скажут. Он часто бывает в это время, наверное, скоро придет. Ах, как же хорошо. Она грустная. Мне нравится Хейвен, но с домом ничего не сравнится. Надеюсь, мы обе скоро его найдем. Новый шахтер в объявлении. Музыкальный автомат. Стеф. Обслужить. Алекс, верно? Я Стеф. Привет, я хотела узнать, может, ты что-нибудь хочешь? О, нет, ничего, спасибо. Ты просто тут сидишь. Просто так, да? Понятно. К сожалению, я не могла остаться в магазине, но сейчас у меня есть немного времени, поболтаем. Ха. С кем ты здесь? А ты здесь с кем-то, или... Это вещь Райана. Он, видимо, бросил меня ради Гейба. А, они встречаются. Вот, стой. Опять геройствует. Райан всегда так. У Луканов это семейное. Ты слышала о спасательном подвиге Джейда? В свое время все только про это и говорили. Когда он работал в шахте, он спас... Аликс wants an earload of Haven Trivia just now. Эй. Извини, Джед. Он не любит хвастаться. Ты посмотри на стены. Тут полно снимков того случая. Интересно. Над чем работаешь? Нет, характеристики персонажа. Ты знаешь, что такое рижд? Напомнишь мне? Ролевая игра живого действия. Как настольная игра, только в реальной жизни. Костюмы, пенопластовое оружие, заклинатели из мешочков. Короче, классно все. На следующей неделе они поедут вместе со мной. Так, хорошо. Есть название группы? Нет, это сложно. На обложке есть название группы? Ага. У тебя осталось всего два вопроса. Ага. Ага. Че так сложно-то? Название песни. Это ругательство? В названии песни есть ругательство? Ругательство? Тебя бы это смутило? Отвечай на вопрос. Никак, мэм. Ругательств нет. Последний вопрос. Ладно, ладно, знаю. Четыре и более слов? Четыре и более слов? Да. Интересно. Фор... Вор... Ворс... Фор... Ворс... Или больше. Это... Название нет ругательств. Не менее четырех слов. На обложке нет животных. Нет людей. На обложке указано название группы. Думаешь, это достаточно? Посмотрим. Вот 12 подходит. Вот это, да? А, нет, погоди. Вот обложка. Вот обложка. Вот обложка и название текста. Ну, вы поняли. Я просто туплю. Я туплю. Вот это подходит. Милджет Кросс on the Watermelon. Тут вроде нет плохих слов. Тут есть люди. Тут есть животные. Тут есть люди. Тут есть животные. Тут есть... Не подходит. Тут есть животные. Тут есть людь. Людь. Тут людь. Тут людь. Тут людь животные. Тут людь. Тут животные. Тут животное Тут людь Тут животное Рентген Ну все, это очевидно Это она? Ты меня обманула? В смысле нет, извини? В смысле? В смысле? Я точно угадала Она нас обманула, ребят Это обман Название группы на... А-а-а Блин Точно Ну алло, ну алло Все, мы пьяные Фантастика или фантастика по-любому Киви, он вкусный Очень вкусно, попробуй Спасибо тебе за игру Мне понравилось Мне тоже Пойду поработаю Ладно Все, у нас подружка есть Так, меня попросили еще убрать стол Твою мать Вот так начинать с нуля Сучий кошмар Сучий И не говори Так, простите Вот это нужно убрать или что? А, кто-то создал курс по моей жизни А че там? А как? А, вот так Радикальное принятие Как найти в себе благодарность среди хаоса Сокровища Тибета А где чего брать-то надо? Че, где убрать? У вас убрать? Вы тут раскидали всякое? А-а-а Черт Теперь Маку страшно Правильно Правильно По крайней мере он больше не бесится Он не заставит меня потерять контроль Награда За самоотверженную службу с благодарностью награждается Джет Лукан За неисчерпаемое мужество и преданность долгу Проявленные им при спасении 19 членов своего отряда В восьмом году Главное не хочет хвастаться И у себя в баре это все повесил Конкурс лучший хлеб Осталось всего два места Не кидай в меня Купоны магазина запрещенного Какое время мы живем Да уж, да уж, табличка Как интересно Амелия Роуз Гольдштейн На этом месте Амелия Гольдштейн в течение 9 лет держала гостиницу Известную своим прекрасным садом на крыше Она умерла в возрасте 32 лет от гриппа Незадолго до смерти она вышла замуж Но личность ее мужа остается неизвестной Идиот, ты ее потеряешь Потеряешь и сам будешь виноват Хоть в чем-то он прав Ну да, да, да Аркануэт может тоже поиграть Диана, ты что издеваешь? Она там что-то ругается Убрать бутылки Сейчас у тебя бутылка прилетит Ты что тут ходишь вокруг меня? О, господи Тебя можно на пару слов? Че тебе? Ну, че тебе? Слушай, там наверху мы с тобой Оба велись себя как психи, верно? Нет Я брата защищала Алло Алло Чему ты ведешь? Это была твоя вина Это была твоя вина? Это чушь Тюш 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 собачий Ты прекрасно это знаешь И защищала брата от тебя Да, да, ты права, но Че? Че? Сюда идет Райли И она вне себя от злости Думаю, ей не обязательно знать Все неаппетитные подробности Понимаешь? Чего? Чего? Хочешь, чтобы я сылгала? Чтобы прикрыть твою задницу? Нет, просто Давай я сам с ней поговорю Ну, поговори Я потом с ней тоже поговорю По очереди поговорим Если она узнает, то порвет со мной Мы были вместе 4 года Она лучшая, что было у меня в жизни Пожалуйста, помоги Вот так вот Ну, не знаю Я знаю Девочка, я знаю Че за херня с тобой творится? Ты только посмотри на себя Все хорошо Даже не начинай О чем ты только думал? Где Гейб? А тебе какое дело? Вот сейчас, сейчас, все, сейчас А такое, что мой парень только что с ним подрался Мне уже это надоело Либо ты мне все объясняешь Либо мы расстаемся Я вообще ни при чем Я просто хотел с ним поговорить О чем? О тебе О том, какого хрена вы встречались у меня за спиной? И как же тогда началась драка? Этот ублюдок первый мне врезал Точнее, ну, не то чтобы врезал Но... В общем, он первый начал О господи, ты тоже там была? Да это я его отметелила Рассказь о поведении Мака Да, была Мак врет, как сивый мир Знаешь, мне это даже не удивляет Что там произошло на самом деле? Мак ворвался в комнату Обвинил Гейба в том, что он с тобой спит Врезал ему, а когда Гейб упал Начал его пинать Райли, послушай А что у Мак с лицом? Ну, это я Ну и молодец Похоже, на ты заслужил Спасибо, что рассказала мне правду, Алекс Погоди, у нас все хорошо? У нас все прекрасно вообще-то, что? Мы по-прежнему вместе? Спрашивает Мак Алекс Чен? Не успела приехать, а уже напала на Мака? Я Джейсон Пайк Заместитель шерифа Мне нужно задать тебе пару вопросов Охереть Я арестована? Э Вообще Что это за взгляд? Видела бы ты свое лицо, боже Я просто пошутил Никаких проблем ни у кого не будем Мы с Гейбом часто разыгрываем друг друга Меня еще никогда полицейский не разыгрывал Я ведь вам поверила Ты хорошо держалась Тебя можно угостить чем-нибудь? Даже не знаю Вообще-то я на работе уже набухалась В принципе Ну, я буду у стойки Если передумаешь, подходи Весело у них тут, весело Что тут еще есть интересного? Доска для жетонов Табличка Доска для жетонов Которая использовалась в шахте Теллер Около 1880 года Каждый шахтер забирал свой жетон Когда спускался в шахту И вешал на доску Когда возвращался на поверхность Ну, типа, чтобы посчитать Сколько пропало людей внизу, да? Так, хорошо Где детонаторы? Реклама Бродячий цирк Дикие звери, акробаты И всякая машина На этом месте Джек Генри Застрелил у Уильяма Портера Из-за четырех тузов И заплатил за это жизнью Детонаторы Держать в сухом месте Пулевое отверстие Интересная дастопримечательность Отзыв о пабе Черный фонарь Типичный паб Нетипичный сервис Еда 3.7 Декор 4.9 Обслуживание 4.9 Стандартное для паба Меню Вполне съедобно Иногда попадаются Удачные Гастрономические решения Главные достоинства Необычайно приятный персонал Первоклассное обслуживание И эксцентричные завсегдаты Создающие Уникальную Вдохновляющую атмосферу Ради которой В захолустный Хейвен Спрингс Определенно стоит Завернуть Ха-ха-ха Ладно Вырезки с газет Ну это долго читала Ну короче Шарлотта у нас вообще Вот просто звезда Просто звезда А шоу еды Ну обычная еда На троечку пойдет Ну из пяти Напуганный посетитель Это я тебя напугала? Господи Иисусе Это она его так отделала Лучше к ней не лезть Минуточку Это же полковник Даки На диване Гейба С бутылкой в руках Ах ты негодник Даки Фиолетовый Даки 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 Джейт считает Что вы вчера Забрали свои виски В квартиру Гейба Вы не помните Где могли его оставить? Я совершенно не помню Что было той ночью Серьезно? Посмотри в телефоне Может ты что-нибудь Сфотографировал Или кому-нибудь заходил Вот смотри В смысле Я в твоем телефоне Должна копаться? Эй Вы чего там? Где на этой штуке Фотографии Действительно Почему я должна этим заниматься? Отлично Ага А че там, че там Быть твоей дочерью Было нелегко Думаю Что бы достаточно сказать Как Бла-бла-бла-бла Я не умею читать Ребята Нет, ничего Жаль Чё ж, спасибо, что сообщила Ой Ой-ой-ой Семейное фото Луканов Неужели это Райан? 2000 год Подождите, а поговорить с ним нельзя, да? Поговорить с ним нельзя, можно просто его почувствовать Карта Мои обширные познания в чтении карт Дикой Местности подсказывает мне, что вокруг сплошная дикая местность Хейвен Спрингс и его природа Лыжный туризм только сопровождением Карту Троп можно получить у Смотрителя С укусами гремучей змеи обращайтесь к Райану Лукану С гремучими коктейлями Обращайтесь к Джейду Лукану Видимо, вот это вот место, которое в отдалении, да? От города Это там, где живет вот этот Райан Который в лесу, да? Лесной Райан Рыбалка и охота Лицензии Визитка фиолетовая А ну-ка, я тут подсмотрю, что у вас Спасибо, что подвез, Пайк Ты самый лучший в мире коп Да не за что Эй, только этого и не хватало Забавное имя, Пайк Почти как мотоцикл Офицер Байк Диана ему лезла в штаны, я вам точно говорю Господи, это что, снег? Ну да Господин Пайк А с вами что-то не чисто Черт Может, я перегнул палку с этим розыгрышем? Должна признать, это было смело А фиолетовый это стыд? Голубая грусть Страх Фиолетовый это страх Этот боялся Он боится Он боится, что он меня разыграл Правильно, бойся Наверх Нюдисы быстренько пролистывает Откуда у деда нюдисы должны быть ученым? Кирита Плей Привет Окей, на диване они сидели Как-то тихо На диване сидели Но тут бутылки нет Осмотреть Ага Маккерри Хилл Чистый ржаной виски Малая партия 50 градусов Пендальф Понимаю о чем-то Но тоже не помню название Нашла наверху На диване Гейба Слава богу Слава богу Спасибо огромное, Алекс Замолвите за меня словечко Где? Пожалуйста Просто пожалуйста Налить вам? Не-не Я сам Он к ней подкатывает? Вот к этой Диане Я не понимаю За мисс Алекс Чейн Первоклассного сыщика Спасибо А брат уже вернулся Получается Я выполнила поручение Джеда Нужно узнать Нужно ли ему что-нибудь еще? Головоломка Да-да-да Посмотреть Эй, Алекс Пойду работать Ладно, пора На работу Что нужно еще сделать? Ну что, совсем покончила? Да Что-нибудь еще сделать? Не-е Парни скоро вернутся Ну вот Помяни черта Как самочувствие? Да так себе Попросил Алекс тебя заменить Серьезно? Нам надо поговорить Буду ждать тебя на крыше Ой, братец Не люблю я такие разговоры Ты превосходно справилась Думаю, ты отлично Впишешься в нашу команду Ладно, не заставляй раненого ждать Ступай наверх Спасибо Увидимся завтра Ну все, пора поговорить с Гейбом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Маэль Привет Изи-пизи Спасибо Ой Сейчас будет неприятный разговор Упс Как твоя челюсть? Тебе очень больно Послушай, Гейб Мне правда очень жаль Я... Ага Ладно Мы просто молча тут будем бухать, да? Ну ладно Ну хорошо Че? Я... Ты репетировал это движение? Не Только мысленно Итак Тебе менеджер не нужен для подпольной карьеры в вольной борьбе? Гейб, мне правда очень жаль И много костей ты уже сломала Другим Гейб, прости меня Я не хотела тебе делать больно Не извиняйся, я в норме Не так вот спасаешь брата Но раз мы уже об этом заговорили Я, наверное, никогда не осознавал Что я сумасшедшая Да ладно тебе, нет, конечно Я никогда не понимал, каково тебе пришлось жизни Одной Не так уж и плохо Когда я тащил тебя от мака И ты меня ударила и разозлился Но потом задумался о том, как ты его отделала Как будто тебе не впервой Я много дралась Я заметил С тобой что-то происходит, я же вижу Что-то не дает тебе покоя Можешь рассказать? Я хочу поговорить с Гейбом Вот только как объяснить ему, что случилось с маком? Хм А тут вы мне помочь уж и не можете Ладно, рассказать ему о своем прошлом Рассказать ему о своей способности Я думаю, если рассказать ему о своей способности Он это всерьез не воспримет Как бы, ну Мы поржем Он поржет, он скажет Хи-хи-хи, ну ты и смешная И все Ну, как бы лучше о прошлом рассказать Может быть, это как-то Вот, я не знаю А или А В том интернате была не жизнь А сущат В первой приемной семье Старший сын пытался зайти ко мне в ванную И я его вытолкала Он разозлился Я тоже Я сломала ему Нос Мне тогда было 14 Во второй семье один из разных детей покончил с собой После этого я целый месяц не могла есть Через пару недель в пятой семье я впала в такую депрессию Что новые родители отправили меня в больницу Больше я их никогда не видела Боль преследует меня повсюду Я видела, как усыновляют других детей Как они уезжают из интерната Но не я Меня никогда не выбирали Со мной что-то не так Ты правда в это веришь? А ты бы не поверил? После стольких лет трудно не принимать это на свой счет Такое происходит постоянно И конца этому не видно И вот я смотрю на тебя Дом, работа, девушка Ты сумел наладить свою жизнь А я нет И что такое? Это мне? Мне не нужны спички Это спички Да можно, ребят Можно Можно Можно, ребят Можно Давайте мы с вами загуглим Можно ли сломать пенис Я вам говорю, можно Простите Мне не нужны спички Просто возьми и все Это напоминание По-моему, это спичка Это был последний коробок спичек, который я раздобыл в колонии Чтобы его получить, мне пришлось совершить пару весьма неприличных поступков И ты хранишь его до сих пор? Да Я носил его с собой повсюду Когда я оттуда вышел, то очень быстро истратил почти все спички Ты сама видишь, но Использовать последнюю я так и не смог Она напоминает о том, как туго мне пришлось И о том, насколько лучше я могу жить Спасибо Не знаю, что сказать Не благодари Когда я обрел Хейбен и Шарлотту, я долго не мог поверить, что все это происходит на самом деле До них моя жизнь была адом Но теперь все по-другому Ты тоже можешь начать новую жизнь Ты вырвался из этой системы, Алекс, ты выжила Пора двигаться дальше Все не так просто Я наделала столько ошибок Как и все мы, выживание – дело трудное и не всегда чистое Но это лучше любой другой альтернативы И помни Я рядом, и я готов тебе помочь И так будет всегда Ну, и когда же ты собирался рассказать мне про гитару? Так ты ее нашла? Это же был сюрприз Сюрприз? Ну, че скажешь Обалденно Она просто обалденная Спасибо тебе огромное Конечно Добро пожаловать домой Привет, чувак, че новенького? Привет Итан здесь? Он пошел домой Ушел, но что-то давно его я не видел А ты не думаешь, что... Скорее всего Черт, вполне возможно В чем Думаю, он отправился в горы Если так, нужно идти за ним сейчас же Идем Так, погодите Почему малец собрался идти в горы Прямо в тот день, когда будут взрывать? Там же по всему городу объявления висят Что-то я не поняла прикола Я думала, он вообще собирается в шахту А не прямо сейчас Ну, типа Это... Че-то заброшенное? Старые шахты? Типа Что это? Итан? Итан? Ну, давай же, давай Аликс? Спасибо Сюда Я не понимаю, при чем здесь Райан? Сто лет здесь не был При чем здесь Райан? Нам стоит беспокоиться? Лучше не стоит По моему опыту Это ни к чему хорошему не приведет Поговорил с безопасниками Которые работают в шахте Они обещали отложить запланированные работы Теперь у нас есть время Эй, ты в порядке? Шарлота, наверное, с ума сходит Она сильная Всегда была такой Пошли, осмотримся Мой этот пацан Представляешь, как бы мы выхватили от отца Если бы устроили что-то подобное Мы его найдем Да Да Ты права Спасибо тебе за помощь Если бы ты Пойду осмотрюсь Дай знать, если заметишь следы Итана Хорошо Это я могу Как Итан планировал проникнуть в шахту Что у нас там по телефону? Ой Да блин А, вовремя мне это прислали Вовремя У нас твиттер обновился Частная собственность Посторонний вход запрещен Частная собственность Тайфон майнинг Вход разрешен только сотрудникам Нарушители будут привлечены к ответственности А вот тут не перелезть? Ну у нас недальнобитная, да Вот эта вот ведьма чуть-чуть ее Недальнобойная Самое то для маньяков Класс Вы готовы к работе? Это мы вот отсюда вылезли, да? Тут никаких следов не будет Уведомления о работах в шахте Они собирались в 9 начать взрывать Блядь, что-то мне подсказывает Что Зомби Что Взорвут они Резидовый зомби пугает меня все меньше и меньше Сначала найдем Итана Потом можно покататься Да, ушит он, конечно Пневматический молоток Бочонок Костер Эй, бро Нарежемся у старой шахты Что-то мы ничего не нашли Просто так погуляли Вагонетки Кажется, в них, наверное, жутко неудобно Кажется, наверное Каска Все в порядке, я рядом, все хорошо Боже Боже, мы живы Это с того времени, Каска? Это все? Это все пересчитаетесь? Джед Бэтл Блин, это с того времени Она заброшена Они все боятся Ведь Алекс меня предупреждал И я мог это предотвратить Какой же я идиот Давай же, Райан Все рассчитывают на тебя Представьте, каково это Оказаться там в ловушке Хотя нет Лучше не надо Самодельная табличка Мы поднимаем бокалы За Джеда Лукана Который на этом месте 30 декабря 2008 года Вытащил нас Из преисподней Как? Все? Что здесь произошло? Грандиозный обывал Несколько шахтеров оказались в ловушке И чуть не погибли Джед вывел на поверхность всю бригаду Господи Да, именно в тот день бригадир Джед и стал местным героем А потом Тайфон закрыл эту шахту И практически купил Джеду черный фонарь Тот же логотип Неужели Итан вдохновлялся этим местом? Никаких следов Может лучше? Ничего не замечаете? Вот это да С ума сойди Тут рассказывается, как персонаж Итана проникает в крепость монстров глубоко под землей По-моему, очень похоже на шахту Тут нарисовано, куда он пошел? Не совсем Комикс заканчивается тем, что охотник на монстров забирается на сторожевую башню И там уже понимает, куда идти Смотрите, хранилище Наверняка это и есть башня из комикса Ты просто гений Да Гейб, давай попробуем открыть ворота Открыть ворота Давай Туда еще можно попасть через корпус переработки, если найдем вход Давай поищем Итак Итан вдохновлялся этим местом Может нужно сравнить его рисунки с окружающими предметами? Окей Если стена это иллюзия Смотрите, типа зомби сидит и кровь Вот зомби сидит и вон туда, получается, вот сюда он пошел Если зомби здесь, то... Найти Итана будет проще, чем я думала Они позвонили, да, чтобы отменили взрыв На игры мне что-то подсказывает, что он все-таки будет, пока мы отсюда не уберемся Стоп, ну тогда... Неужели Итан... Черт, че черт, че черт Как думаешь, нет тут какой-нибудь боковой двери? Не знаю, вполне возможно Поможешь? Ну как он... А как... Хотя, малец маленький Ты нашла это в комиксе? Попробую свет включить А ты пока попытайся понять, куда пошел Итан Итан точно здесь проходил, но как он выбрался? Граффити Леголайзит тут написан Мертвая ворона Будем надеяться, что дурные предзнаменования это фигня Лучше спать на земле С клопами Тейнар точно не воевал Они просто побросали все и ушли Эта штука явно видала лучшие дни Надеюсь, Алекс права насчет комикса Иначе мы просто теряем время Бегать мы не умеем Мы умеем вот так вот быстренько ходить Думаю, Итан пошел наверх Я уверена, что Итан поднялся по этой лестнице В комиксе такого нет Может быть, это будет полный твеньки Может, это полный твеньки Эти не будут плохие, да? Да? Хм. Что там? И, короче, он поднимался наверх и наверх и наверх. Спокойной ночи, статисты. Ну, Пендельф сейчас добывают, пока вот эта вот шахта, ну, вот это вот всё работало, добывали вроде как серебро, а сейчас компания в горах делает взрывы, чтобы уран добывать. Вроде как-то так. Хранилище. Мы уже близко. Напоминает змеевидную штуку из комикса. И он прям вот так вот запрыгнул. Прыгай. Чё, прыгай. Поищем другой путь. Жуть. Внимание. Чё за подъёмник? Ворота открывает или что? Да. Ммм, ты разобралась с дверью. Так, нам нужно вниз, получается, теперь сбежать. Мэнов Медан, слава богам, нет. Но хаоса фэшес, ребят, будет скоро. Через месяц лишним, да? Где-то 22-го, по-моему, выходит. Ой-ой. Уходим. А братец где? А вот он где. Взламывать замки невозможно разучиться. Это как кататься на велосипеде. Куда теперь, Алекс? Туда. Наверх. Стоя на стражевой башне, Тейнер замечает тайный вход в крепость. Если мы сумеем... Вот, туда он направился. Там ущелье неподалёку. Чёрт, пошли. Да, пацан, конечно, блин. Ещё и ночью попереться, понимаете? Ночью попереться. В горы. Ноги себе к чертям собачьим переломать. Волкам на съедение остаться, ну. Мы уже близко? Думаю, да. Вот чё ему стоило днём побежать, а? Итан, Итан. Может, вернулся бы сам. Ну и днём, конечно, нехорошо это делать, ребят. Что-то на рукой помахивает. Это волки? Ну, здравствуй. Итан, ты... Алекс, мне, говорит, страшно. Свалился, видите? Рюкзак висит. Хер пойми как. Так, стой. Погоди. Итан, ты в порядке? Я бы на вашем месте лучше бы не шла. Пусть сидит малец. Вызовем помощь. Его тихонечко... Пожалуйста, не надо. Они меня не слушают, ребят. Ну не надо... Ой, господи. Так. Нет, нет. Пусть сидит. Пусть сидит. Сейчас службы придут. Всё в порядке будет. Всё будет в порядке. А, господи. Плохое дело, мы слишком тяжёлые. Чёрт. А если я? Алекс, ты уверена? Нет. Просто тут даже, понимаете, страховку никакую на это бедро... Бедро... Ведро... Ну вы поняли, страховку не сделать никакую. Как, к чему ей прицепиться? К бревну, если она прицепится? Она свалится вместе с бревном. К бревну и к скале... Ну, блядь, ну... Ой, ребята, вот... Помяните мои слова. Нужно было мальца оставить, сесть на другую эту... Типа, молиться, мы тут, всё хорошо. И помощь вызвать. Его нормально достанутся, живы останутся. Ой, Игорь, привет. Нет. Я... Для меня важно, в порядке ты или нет. Ну, я скажу тебе, когда сама разберусь. Хорошо? Я тебе напомню. Он к нам подкатывает. Ага. Так. Что у вас за план? Алин, Алекс, посмотри на меня. Что у вас за план? Я обвяжу верёвку вокруг твоей талии. Другой конец привязан к твоему брату. Он будет использовать этот пень как точку опоры, а подавать тебе верёвку, понимаешь? А-а. Отлично, ты молодец. Не забывай, тише едешь, дальше будешь. Я думаю, спасатели есть какие-нибудь, ну, вот, специальные средства, чтобы, ну, понимаете, да? Чтобы вот через ущельчить, чё-то такое. Как-то что-то, чего-то, кого-то. В крайнем случае, не знаю, на вертолёте как-то. Ну, я не знаю, ну, какие-то точно должны быть варианты безопасные. Держи, Ситон, я иду. Я не иду, я боюсь высоты, ты что, не помнишь? Я же высоты боюсь хуже, чем, я не знаю, чем пауков. Справишься, Алекс. Я уже не справляюсь. Уходи, ты поранишься. Всё будет хорошо. С нами ничего не случится. А вдруг случится? Будет фигово. Но вот сейчас, если она упадёт, то ей особо страховка это не поможет. Молодец, сестрёнка. Ты уже совсем близко, ещё чуть-чуть. Итан, я тебе помогу, ладно? Нет, уходи. Ща пойду. Он сейчас нас своей паникой заразит, и всё... Это уж слишком. Нужно как-то его успокоить. Итан, мне нужно, чтобы ты успокоился. Дыши глубже. Мне не нужно было сюда идти. Я такой глупый. Тише, тише. Успокойся. Говори со мной. Расскажи, как ты сюда попал. Я пытался перейти на другую сторону, а бревно упало. Выше, получается, было. Ничего страшного. Всё хорошо. Давай поговорим о том, что будет дальше. Гейб нас держит. Мы не упадём. И другой конец привязан к нему. Нет, я не могу двигаться. Если я сдвинусь... Ты не упадёшь, дружище. Всё равно. Чё всё равно? Всё равно чего? Он меня не слышит. Нужно его успокоить. Нельзя здесь оставаться. Итан. Оно меня заметит. Если я сдвинусь, оно меня заметит. Ты не понимаешь. Он прав. Я не понимаю. Я не смогу помочь ему, пока не пойму, чего он боится. А для этого мне нужно ощутить то, что он чувствует. Поверить не могу, что я это делаю. Я смогу. Я смогу. Чёрт чёрт чёрт. О боже. Что происходит? Я как будто вижу мир его глазами. Девятому стражу не было бы страшно, но девятый страж выдумка, а это за правду. Я вижу мир так, как видит Итан. Тут столько всего, и ничто меня не спасет. Мне кажется, я только хуже делаю вот это все, рассматриваю. Мне казалось, что я выслеживаю чудовище, но это оно выслеживает меня. Ага. Он не боится упасть, он боится... Черт. Ага. Не дай ему меня увидеть. Не дай ему меня увидеть. Это нереально. Хотя выглядит очень даже реальным. Тише, тише. Я тоже его вижу. Итан, чудовище. Я тоже его вижу. Мне тоже страшно, как и тебе. Но мы в безопасности. Итан, знаешь почему? Эта тварь нас не видит. Оно меня не видит. Браслет исчезновения, как у Девятого Стража. Мне казалось, это просто выдумка. Иногда выдумки оказываются правдой, и чудовище тоже. Давай, возьми меня за руку, пока я тебя держу, ты в безопасности. Ну? Ж, давай. Давай. Все плохо закончится. Я вот прям чувствую, чувствую попой. Да, именно ею. Не смотри вниз, ладно? Ты оглянуться не успеешь, как мы будем в безопасности. Ей бы сначала встать надо было. Сейчас она будет вместе с ребенком, пока она его держит. Еще подняться на ноги. Они обратно идут. Держись крепче, Гейб. Я еще не закончила. О, блин. Посмотреть вверх. Алекс? Что, дружище? Мне все еще страшно. Я знаю. Бояться нечего. Я тебя держу. А если ты меня отпустишь? Вот дерьмо. Как ты думаешь, бревно сломается? Я тебя держу. Если сломается, я буду держать тебя крепко-крепко, ладно? Ладно. Маловато они, конечно, ее закрепили. Ой. Что это было? Так. Что это было? Все в порядке. Держи крепче. Они уже близко. Ну, почему Райан так далеко? Вот так. Иди сюда. Я тебя держу. Я тебя держу. Простите. Простите. Уже рассвело, да? Мы всю ночь этим занимались. Нет? Темно? А что так светло тогда, если темно? Вой сирены. Взрыв сейчас будет? Они все-таки будут взрывать? Да. Я же говорила. Я говорила. Вы слышали меня? Я говорю. Ой, блин. Охеретьушки. Типа даже если он остался жив после того, как он упал вниз, то камнями его бы добило. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok